МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В громком задержании украинского военного из батальона Кульчицкого Виталия Маркева появились новые подробности. Против украинца в Италии давал показания французский журналист. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МВД. В заявлении говорится, что после показаний французского фотокорреспондента и было открыто уголовное дело. Напомню, вчера Виталия Маркева задержали в Италии. Местные правоохранители подозревают его в убийстве фотокора Андреа Ракелли. Но по данным украинской полиции, итальянский журналист погиб вследствие артобстрела с оккупированной части Донбасса. Сейчас генпрокуратура выясняет обстоятельства задержания насгвардейца. А в украинском МИДе сообщили, что генконсульство обратилось в суд города Павия с ходатайством о предоставлении информации об основаниях задержания Маркева. Наш консул установил контакт с адвокатом задержанного и согласовал дальнейшее действие. Боевики с начала суток четыре раза обстреляли позицию ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба ОТОМ. Один украинский боец ранен. Подробнее о ситуации на линии разграничения расскажет Геннадий Вивденко. Было установлено, что это, может быть, реактивная система залпового огня. Подрывач был установлен на затримку. Возвращаясь, что тут мягкий грунт, активный снаряд влучил землю, пошел на глубину. А потом буквально за несколько минут он разорвался. Это один из недавних обстрелов. Воронка метров пять глубиной, семь в диаметре. Украинские бойцы были рядом, но чудом никто не пострадал. Двое суток длился бой в районе поселка Каменка под Авдеевкой. Противник пытался занять участок серой зоны, но с большими потерями отступил. По неофициальным данным, у боевиков более десятка человек погибших. Не даем им возможности открывать прицельную огню, а также не даем им открывать шоколадную огню. В ходе боев по защите Авдеевки бойцы 72-й механизированной бригады создали слаженную систему эффективного перекрестного огня. Атаки противника буквально захлебываются. Была разработана четкая взаимодействие между подразделами. В каждом подразделе пехотном было створено группу против действий этим танковым атакам. Если выходит танк на один подраздел, сразу подключаются все другие. То есть ему не дают спокойно работать. Танки не могут работать так спокойно, как они раньше это делали. К нам попало уникальное видео. Танки противника буквально терроризировали жителей Авдеевки. Этот танк, так называемый «Белый Орел», характерный в белой краске, модернизированный Т-72. Предположительно, с российскими спецами на борту. Командир обороны шахты «Бутовка», позывной «Базальт» изучил маршрут ежедневной атаки врага. Усилил позиции гранатометами. В момент, когда «Белый Орел» вышел на охоту, охота началась на него. На танках? Ну, я там на танках, думаю, регулярненько. Российской Федерации. Такую дорогостоящую машину, как тот танк, который к нам выезжал, это «Белый Орел». Никто сюда не дал этим душманам, понимаете. Вышел танк на 600 метров, начал разбирать мне позицию. Мы его зажали 82-ми минами и СПГ-9 зажали в определенное место. Он даже маневрируя не смог оттуда выйти. Вот танк врага делает выстрел по нашим, мимо. И начинается слаженная охота сразу с нескольких позиций и с разрешенных Минском автоматических гранатометов. Танк пытается скрыться под зданием, выпускает дымовые шашки, но это для него уже ловушка. Координаты обстрела рассчитаны нашими бойцами загодя. Командир «Базальт» учел, что на «Белом Орле» дополнительные баки с горючим. Выпустили более 300 гранат. Сначала уничтожили динамическую защиту танка. Потом подожгли баки. Расчет оказался точным. Танк уничтожен. Он вышел с заправленными дополнительными баками. Это его изгубило. Мы сняли с него динамику АГС, пробили баки, он загорелся. Просто из АГС уничтожили танк? Да, так бывает. Я сам был в шоке. Теперь мирное население Авдеевки не страдает уже от танковых обстрелов, как раньше. Я думаю, вы не боялись. Треба тихо складать зброи, да, сдавать. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Никита Исайка и Антон Чуженко. Подробности телеканал «Интер» из Донецкой области. Бомбы в метро. Сегодня неизвестно сообщил в столичную полицию, что минимум пять станций киевского метрополитена заминированы. Правоохранителям пришлось на несколько часов перекрыть станции Героев Днепра, оболонь Майдана залаженности, площади Льва Толстого и Театральная. Все тщательно проверили взрывотехники и кинологи, но взрывных устройств не обнаружили. Пока велся поиск, тысячи пассажиров направляли в обход, а то и попросту просили подняться на поверхность и добираться наземным транспортом. Сейчас киевское метро работает в штатном режиме. Люди как реагировали, спрашивали, подходили, их направляли на соседнюю станцию. С пониманием относились или демонстрировали? Нет, никто ничего не демонстрировал. Ну, недовольные, конечно, были, потому что надо же куда-то идти. И уже вечером в одном из сел Киевской области СБУ задержало телефонного террориста. Как сообщают в спецслужбе, нарушитель якобы заявил, что ему заплатили за звонки из России. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Напомню, за ложное сообщение о минировании объектов грозит тюремный срок от 2 до 6 лет. Погоня в Римнанской области. Служащим оперштаба по борьбе с нелегальной добычей янтаря пришлось преследовать автомобиль, водитель которого после требования остановиться попытался скрыться. Машину догнали. Во время обыска нашли 5 килограммов янтаря. Правоохранители открыли уголовное производство. А вот в Житомирской области полицейским удалось прекратить работу группы старателей. В лесу неподалеку от села Рудня-Перганское, это в Олевском районе, жители Львовской области обустроили станцию по добыче янтаря с использованием электрооборудования. Правоохранители изъяли два насоса, два электрогенератора, пожарные рукава и 200 метров электрического провода. Чтобы все вывезти, понадобилось несколько автомобилей. Академия сухопутных войск во Львове в центре скандала. Там провели тендер на закупку рыбы для натовских военных, которые вскоре приедут на Яворевский полигон обучать украинских бойцов. Но смутила общественников даже не стоимость. Она такая же, как и на рынках, а личность победителя торгов. В чем залог успеха, расскажут наши корреспонденты. 3 миллиона 800 тысяч гривен. Такую сумму Академия сухопутных войск во Львове заплатит Виктории Казак. 21-летняя девушка выиграла тендер на поставку рыбы. 12 тысяч килограммов замороженного филе и тушек семги и хека. При том, что бизнесменом стало за считанные дни. Предприятие Виктория зарегистрировала, как только Академия объявила тендер на закупку рыбы. Затем за 4 дня, 2 из которых были выходными, успела заключить несколько договоров и даже получить рекомендации. Во Львове девушка всего несколько месяцев приехала из села Волощино. Долго и безуспешно искала работу. Согласна была на зарплату в 4 тысячи гривен. Подробности решили выяснить, как ей удалось выиграть тендер. Мобильный телефон, указанный в документации, оказался недействительным. Идем по юридическому адресу зарегистрированной фирмы. Вот только там живет эта семейная пара с сыном. То Фьора сразу пиши до Фьора. Молодую бизнесвумен рекомендуют поискать в соседней многоэтажке. Там ее по фотографии сразу узнали. Наша съемочная группа нашла квартиру предпринимательницы. Нам даже повезло ее увидеть, но буквально на секунду. Почему руководство такой уважаемой структуры, как Академия Сухопутных войск, доверило поставку продуктов предпринимателю, который совершенно не имеет опыта работы в этой сфере? Ответ нам пообещали дать на следующей неделе. А заодно и показать ту самую рыбу. Мол, организуют пресс-тур для журналистов. Юристы уверены, победитель тендера подставное лицо. Ведь в торгах принимала участие и другой предприниматель. А стоимость ее услуг была практически такой же. Она же работает, смотрите, с какого времени? С 2011 года. Шесть лет. У нее имиджевая история. А эта только появилась, упала с неба вчера. Я уверен, что руководитель этой физической особой предпринимателя, которая выиграла этот славнозвестный тендер, есть родственник. Кого-то из руководства университета Сухопутных войск. А вот сами военные не на камеру говорят. Уверены, скандалом с рыбным тендером против Академии Сухопутных войск развернули масштабную информационную кампанию. Цель – дискредитация учебного заведения. Ведь в данный момент оно пользуется огромной поддержкой и авторитетом. Это показала реакция на планы Минобороны расформировать сухопутку. Львовяне выступили категорически против, а депутаты на сессии облсовета приняли и направили обращение президенту, премьеру и министру обороны с просьбой сохранить Академию. Ольга Иванченко, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов. Прозрачная бухгалтерия. Сколько получают американские чиновники? Как много Трамп платит своей секретарше? И какая зарплата у самого президента? Белый дом опубликовал официальные данные. Все изучил Дмитрий Анопченко. На служебной парковке Белого дома, а сюда только сотрудники могут заехать, все очень скромно. Никаких Лексусов или Мазерати. Обычные автомобили не самого высокого класса. Мало получают или скромничают? Сейчас появился ответ на этот вопрос. Белый дом сейчас был вынужден обнародовать зарплаты сотрудников президентской администрации. Этого ежегодно требует Конгресс. И вот он, официальный документ на 16 страницах. С грифом для служебного пользования. Изучив который, становится понятно, а сколько же Дональд Трамп платит своему окружению? В Штатах при приеме на работу называют не ежемесячный, а годовой доход. Так вот, сотрудников Белого дома почти 400, и добрая половина из них зарабатывает в год больше 100 тысяч. Для топ-чиновников Трамп установил абсолютно одинаковую зарплату, чтобы не ревновали. 179 тысяч долларов в год получают и руководитель его аппарата, Райн Спривус, и пресс-секретарь Белого дома, Шон Спайсер, и еще два десятка человек. Телохранителю, который с ним очень много лет, Трамп платит одну из самых высоких зарплат, 165 тысяч в год. На 60 тысяч больше, чем платил своему бодигарду Обама. А вот у секретарш годовая зарплата 47 тысяч долларов. Напротив фамилии Джареда Кушнера, президентского зятя, и в строке, где упомянута Иванка Трамп, дочь главы государства стоят нули. Они хоть и в штате, но государственных денег в принципе не получают. Ну а зарплата президента в Соединенных Штатах стандартная, независимо от того, кто при власти, демократы или республиканцы, скажем, Барак Обама или Дональд Трамп, 400 тысяч долларов в год. Трамп свою зарплату не получает, отдает на благотворительность, каждые три месяца выписывает чек, вот недавно отдал деньги управлению национальных парков. Ну, он может себе это позволить, он бизнесмен, а что касается его подчиненных, то судя по приведенным цифрам, цифрам, которые мы получили в администрации Белого дома, зарабатывают они все-таки несколько меньше, чем могли бы получать на аналогичных позициях, работая в большом бизнесе. Зато компенсируются серьезными льготами для госчиновников, в частности, медицинской страховкой, огромным влиянием, а еще возможностью перейти в будущем в этот самый бизнес. Со строкой «Белый дом» в резюме это будет сделать просто. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». В Великобритании растет недовольство премьерам, рейтинги Терезы Мэй падают, а политика ее правительства выводит на улицы тысячу людей. Из Лондона Светлана Чернецкая. От любви до ненависти. Всего три месяца назад рейтинги одобрения премьера Терезы Мэй были настолько высоки, что она решилась провести досрочные выборы в надежде укрепить свои позиции в парламенте. Но результаты голосования показали. Люди разочаровались в премьере и политике консерваторов. И рейтинги продолжают падать. По результатам последнего опроса 61% респондентов относятся к Терезе Мэй негативно. На этом фоне очки набирает главный оппонент премьера, лидер оппозиции Джереми Корбин. И если бы выборы состоялись в ближайшее время, он заменил бы Мэй в офисе на Даунин-стрит-10. Лейборист Корбин наслаждается своей растущей популярностью, особенно у молодежи. В прошлые выходные он выступил перед огромной толпой на легендарном музыкальном фестивале в Гластенбуре. А в Эйте принял участие в антиправительственном протесте. Так много людей, которым приходится ночевать на улице. Столько детей растут при населенных съемных квартирах. Вот как выглядит Британия под руководством консерваторов. Нужно прекратить политику экономии и начать инвестировать в будущее. Тысячи людей собрались в центре Лондона, чтобы выразить свое недовольство политикой правительства. Они прошли маршем до парламента с требованием отказаться от жесткой бюджетной экономии, которую проводят консерваторы. Люди возмущены сокращениями в сферах здравоохранения и образования. Также призывают к расследованию пожаров в Гренфилд Тауэр, в результате которого погибли 80 человек. Сотни остались без крыши над головой. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Бывший премьер-министр Израиля Ихуд Альмарт спустя почти три года тюремного заключения сегодня вышел на свободу. Освобожден он, правда, условно досрочно и останется под надзором полиции. Подробности расскажет Сергей Ауслендер. Бывший премьер-министр Израиля сегодня утром покинул здание тюрьмы и отправился домой. В соответствии с решением комиссии службы тюрем он освобожден условно досрочно после того, как отсидел две трети срока. В мае 2014 года его приговорили к шести годам лишения свободы по обвинению в коррупции, получении взяток и создании помех следствию. После титанических усилий его адвокатов срок удалось сократить до полутора лет. И вот после того, как Альмарт отбыл две трети этого срока, комиссия приняла решение о его досрочном освобождении, учитывая примерное поведение бывшего премьер-министра в тюрьме. Но на него наложен целый ряд ограничений. Он не может выезжать за границу, должен регулярно отмечаться в полиции. Отменить все эти ограничения теперь может только президент Израиля своим личным решением. В данный момент Ольберт уже обратился к президенту. Не успел он двух шагов сделать за порог тюрьмы. А уже он обратился к президенту с просьбой о помиловании, о том, чтобы с него сняли эти ограничения, чтобы не ходить в полицию и чтобы спокойно иметь возможность передвигаться за границей. История эта в свое время наделала немало шума и в Израиле, и за его пределами. Ольмарта обвинили в получении взяток. Будучи мэром Иерусалима, он, скажем так, поспособствовал за весьма круглую сумму быстрому продвижению одного крупного строительного проекта. А уже после, будучи под следствием, уговаривал свидетелей отказаться от показаний и даже им угрожал. Для такого ВИП-заключенного в тюрьме построили специальный отдельный блок. В истории этого государства еще не было случая, чтобы чиновник такого ранга, занимавший, по сути, высшую государственную должность, носитель всяческих секретов, оказался за решеткой. Долго решали, что же делать с его охранниками. Они положены ему пожизненно и круглосуточно должны находиться рядом с ним. Уже во время отсидки с Ольмартом случился скандал. У него в камере обнаружили сверхсекретные государственные документы. Но ход этому делу решили не давать. Он сумел объяснить, что все-таки на их основе собирался всего лишь писать мемуары. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. В немецком Гамбурге массовые акции протеста против политики стран большой двадцатки. Одно из главных требований – борьба с климатическими изменениями. Демонстранты несли плакаты с надписями «Планета Земля прежде всего» и «Боритесь с бедностью». В то же время активисты некоммерческой организации «Гринпис» в Гамбургском порту на лодках устроили акцию в поддержку отключения угольных электростанций. Это первый из 30 заявленных протестов в преддверии саммита Большой двадцатки, который состоится 7-8 июля в Гамбурге. Это крупнейшие индустриальные страны. У них больше всего выброса в мире. А власти ничего не делают для их сокращения. Мы требуем перемен. Мы должны показать, что в политике приоритетными должны быть такие направления, как мир, справедливость, глобальная торговля и защита климата. Италия призывает другие страны Евросоюза открыть свои порты, чтобы принять корабли с мигрантами. По словам главы МВД Италии, спасательные операции проводят корабли под флагами разных европейских государств, но в результате беженцев доставляют в итальянские порты, и это означает, что система не работает. Только в этом году в Италию прибыли более 83 тысяч человек, которых спасли в море, а за последние несколько дней более 12 тысяч. И страна уже не в силах справиться с таким наплывом мигрантов. Аномальная жара в Болгарии. Экстремальные условия привели к человеческим жертвам. В столице страны Софии умерли уже 5 человек. Накануне температура там достигла рекордных 44 градусов. В экстренные службы города за помощью обратились примерно 200 человек. Жителям советуют не покидать свои дома в зной. Этим летом впервые из-за сильной жары власти объявили критический уровень опасности в 17 регионах страны. Более 700 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщила госслужба по чрезвычайным ситуациям. Особенно пострадали север и центр Украины, Полтавская, Киевская, Черниговская области. Но больше всего досталось Сумской и Черкасской областям. Сумскую область накрыл настоящий ураган. И за 20 минут обесточил более 300 городов и сел. В Сумах тротуары буквально усыпаны. Кусками сорванного с крыш шифера и черепицы. Не устояли перед ветром и деревья. Более ста повалены. Оборваны электропровода. В травмпункты за медицинской помощью обратились 7 человек. Людей стихия настигла прямо на улице. После ливня сильным ветром город засыпал град размером в перепелиное яйцо. Было так, по всем шипкам, по всем этим, окна повылетали. Я даже видела, как эта туча поднималась с такой силой, с такой волной, что она до сих пор у меня перед глазами, если честно. Буквально стояла машина большая, газель. Отъехала машина 5 секунд и упало это дерево. Начинается вот этот вот смерч. Летит смерч. Сначала дождь, потом ветер, потом начался град. Летит смерч. И оно моментально вырывается и моментально падает. Десятки пострадавших и госпитализированных, и почти две сотни обесточенных населенных пунктов. Это последствия урагана в Черкасской области. Он накрыл 6 районов. Больше всего пострадал Золотонорский, райцентр, и прилегающие села без электричества. Мобильная связь работает с перебоями. Материал о том, что происходит в регионе, готовится к эфиру. И сегодня же в Черкасах задержали грузовик со львовским мусором. Машину выявили активисты. Вызвали полицию, оперативники заставили водителя показать, что внутри. Грузовик был доверху забит отходами. Документов у водителя не было. Полицейский мужчина признался, что мусор из Львова. Он знал, какой груз везет и должен был доставить его в Киев. А в Черкасах остановился якобы, чтобы дождаться дальнейших указаний заказчика, где именно высыпать отходы. Автомобиль изъяли. Полиция проводит проверку. Почти треть заведений общепитов столицы не отвечают санитарным требованиям. Об этом сообщает на своем сайте Госпотребслужба. 1 июля проверили почти все заведения Киева. В первую очередь санитарное состояние кафе и ресторанов, а также наличие медкарт у работников. В итоге 30% заведений столицы временно прекратили свою работу. Напомню, 28 июня из-за отравления в одном из столичных ресторанов были госпитализированы 16 человек. По состоянию на 1 июля их количество увеличилось до 34. У всех пострадавших подозревают сальмонеллез. О политике Германии готовятся обжаловать в Конституционном суде новый закон, разрешающий однополые браки. Главный противник документа – Христианско-демократический союз, который возглавляет канцлер Ангела Меркель. Также подать иск намеренно партия «Альтернатива для Германии». В Мадриде состоялся крупнейший в Европе гей-парад. В нем приняли участие сотни тысяч человек. На марш за равенство вышли профсоюзы и даже испанские политики. Они несли радужные флаги и лозунги в поддержку сексуальных меньшинств. Через центр города проследовали 50 платформ с танцующими и поющими людьми. Шествие длилось несколько часов и завершилось концертом. Испания – одна из наиболее либеральных стран в мире. 12 лет назад она стала одной из первых европейских стран, где были узаконены браки между людьми одного пола. Согласно опросам, большинство испанцев полностью признает права геев. Борьба за права геев далека до завершения. Существует так много стран, где отношения по-прежнему являются преступлением. Поэтому нам нужно продолжать протестовать, показывая, что мы существуем и гордимся тем, что счастливы и можем жить в обществе. И сделать такой праздник – хороший способ продвинуть наше дело. А также отличная вечеринка. Где разрешили продавать марихуану и чему будут обучать дельфинов? Об этом и не только смотрите в нашем международном обзоре. Канада грандиозно отпраздновала свое 150-летие. Юбилей на выходных отмечали во всех городах страны. Только в столице Оттавии и ее окрестностях в торжествах приняли участие около полумиллиона человек. Поздравить канадцев приехал также принт Чарльз с супругой. А жители города Виннипег устроили патриотический флешмоб. Оделись в красное и выстроились во всемирно известный символ своей страны – кленовый лист. Наркотики для удовольствия. В американском штате Невада легализировали марихуану. Первые магазины открыли в столице развлечений Лас-Вегасе. Возле них уже выстроились сотни желающих. Но приобрести каннабис смогут только совершеннолетние и порциями не более 28 граммов. Побаловать себя сигареткой разрешается только дома. За курение травки в общественных местах будут штрафовать на 600 долларов. В центре мексиканской столицы археологи нашли башню из черепов. Сооружение диаметром около 6 метров находилось в углу одного из помещений храма ацтеков – Темпло Майор. Построили такую башню в смерти из 650 черепов. Неожиданно для историков большинство из останков принадлежали не казненным конкистадорам, а женщинам и детям. Вероятно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений. Но конкретные выводы будут только после исследований. Дельфины будут спасать вымирающие виды. Этому их обучат военно-морские силы США. Использовать животных спасателей планируют в морских водах Мексики, где живут редчайшие водные млекопитающие – калифорнийские морские свиньи. Дельфины будут их искать и загонять в акваторию водных заповедников. Совместную спасательную операцию США и Мексика планируют начать в сентябре. В естественной среде обитания в северной части Калифорнийского залива осталось менее 40 морских свиней. Умное кольцо разработала американская компания Tokenize Inc. Украшение токен сможет заменить кредитные карты, ключи и любые другие пароли на считывающих поверхностях. Персень оснащен специальным чипом. И чтобы, к примеру, открыть дверь, кольцо нужно просто приложить к цифровому замку. Устройство оборудовано надежной системой безопасности. Чтобы включить его, нужно пройти проверку под датчику отпечатков пальцев внутри кольца. Разработчики говорят, аналогов ему пока нет. Но и обойдется этот уникум недешево. Цена экземпляра 250 долларов. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности UA. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!